Голубка Голубка В голову просить. Не, партизани хотят воли позабирать. Не пошли нянцам у руки. И сестра меньшая моя Ганна. Не меньшая, а сиридольщая. Пошла за твоей матерью. И там есть злови. Немцы. И того моего брата зловили. И еще дома. Спали. Батько своими не пришел. И пошли куда-то. А мать? А матерью и две сестры забрали. И побили там. На той горе. Побили. И братья сдав. Подумал. И он туда попал. Он еще не знал, что мы пошли туда. Когда он побег туда. И в руки. А не хопнули. И брата убили. Там с 25 до рождения. И две сестры. Матерью. И его женка. С лобчиком в таком положении была. Что? А там побили. На той горе. Я дурень не думал. Кай где мать народила. Там землями. Но пришла. Привели меня сюда. Я дожила у Козлаха. А брата в армию забрали. А так и мучилась. Этика жидко была. Привелища. Этика жидко была. Всю жизнь заставляли курови пасти. Нема никого защиты. Никто за мной не заступится. Паси товар. Голодно, не голодно. Холодно, не холодно. Нема шо взуться. Паси. Виживали, как кто мог. Виживали, как кто мог. Виживали, как кто мог. Все. Виживали. Мучились. Виживали, виживали. Моя голубка. Ты знаешь, сколько? В 1933 году голодовка была. Сколько людей умерло. Кто курови держал, до Тиев посалися молоком. Террата ризали на мясо. А кто споргал верес, да с вересу мололи хлеб, да пекли. До Тиев все умирали. Смерли. Ну, 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 раз того. Кого? Батька твого забрали. В 1937 году. Як його забрали? Яско. Як його забрали, приходили? КГБ приїхало, КГБ. Он туди поглядай. КГБ приїхало і забрало. В 1937 году арестовали. Туди поглядай. Семеро дитей покинули. Батька покинул семеро дитей. В 1937 году арестовали. Поглядай туди, Миша. От туди поглядай. Ай. О, ти тепер доб'є садя. Доб'є садя. Як Сталін таки режим не мив. Арестовував людей з цих без конца. Тепер моя голубка поздно наводить. Тепер власть така була при Сталіну. Така Сталін воину завоевав. А не котрі, яких в 1937 году забрали. Така, да вон же людей скільки вністожив. Тей Сталін. А тепер розбирайся. Розберіться в цьому. Хто тепер розбереться? А ніхто. Ну. Вони питають, ти бачив як батька брали? Кого то я не бачив. Я так був. Я ж з 29-го року. Вона з семерих дитей. Як приїхали вони. Так як вона мать голосила, плакала. Вони його повели. Ходимо у нього в канцелярію там. Допрос. А його повели аж у ласінці. Там машина стояла. Забрали. Ну, повезли. Мать побегла. Туда ГГ. А я воно повезли. Я не знаю, де то. В Оземінська. Є яке ото називаються. Куропати. І там їх виводили. І в цих Куропатах їх розстреливали. В цих Куропатах. Я не знаю, де ті Куропати в Оземінська. Не знаю точно. І от їх виводили ночі. І там їх розстреливали. Без невинною вбивали. Ось так. Ось така. В семерих дітей. Да радь би це власть була. Позабувалася. Ось так. Боже мой. Катя надумався. Не набежит на ум. Не багато знаю. Ум. Що в сорок первом году. Цихой не кричит. Та чоти. В сорок первом году началась война. Так это ж ты армию целую унисторив. Щоб вони не воювали. А ти ж їх унисторив. «А за что его забрали? Вот такие подали». «Не кричим, но не рассказывай». «Стукай, за что забрали?» «Чого ты мне кажешь, у него тебя поглядай, тебя же наснимают». «А что тут забрали? А если там батько, там на сенокосе, с кем поскодали, а тут было троих таких мужиков, так они чик-чик, ксельсовет, а не требовали таких, что враг народа, ксельсовет, приезжают, арестовывают бездивинно, без ничего». «Чого? Вот такая была власть, такая была жизнь». «Что такое робили, день и ночь робили, и робили, и робили, и робили, и робили, а в вечер, я скажу, свой день в колхозе, а в вечер свои, по ночам заснешь, на один бок ляжешь». «Раненько встал, корову знову подоил, и опять пошел, и пошел, и пошел, и пошел. Так наша жизнь пришла». «Ничего такого нет». «Ничего такого нет». «Ничего такого нет». «А год посещаешь товар, два пуды хлеба. Год посещаешь товар, и то рады ей были. А сегодня, Боже, Боже». «Ты, баба, рассказываешь, такое время давала. Такое время никому ты грошей никто не давал». «Жить-ка!» «Ай, говоришь и обе шо. Что ты ей гроши давал в то время? Ай, чушь такую говорим». «О, вот так. А то мусульманя против власти». «Тихо. Ты рассказывай, как ты после войны жил. Матеру забрали. Ты рассказывай так. Где матеру твою убили? Где шо?» «Ну а джунки пооставалися, которые старые, до нас брали жито жад с собою и сповали. Мы понаучывалися». «Мы понаучывалися». «Полезала трохи. Умирали. Умерла». «Хватит». «Что делать?» «Да, да. Уже после этого в девяносто самом году умерла. Уже. Что делать дальше? Как самому жить?» «А у него умерел чоловек тоже у Надя. Я говорю, Надя, у тебя чоловек умер. У меня жёнка. Давай сходимся и будем жить уже. «Як з тобою. Уже жёнка. Уже ж с жёнкой лучше жить, чем самому». «Да вот она согласилась. Да так живу в 97-м году Головка». «Як сповали. Яка веселость була. А теперь дело наделося. Поделалась. «Товар пасу. Женом корови. Спова ему. А луна иде по лесу. А тебе на дрожчах ростешь. Засповаешь. А теперь никто нигде не был. Нигде не был. Заглохло. Нигде не был. Нигде не был. Нигде не был. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok